За комментариями мы обратились к главному врачу лечебственной бассейновой больнице, где в данный момент встретится Валерий Африк Смельюк. Созвучая на вопрос нашей телекомпании, в частности некоторые разъяснения. Сегодня по состоянию на 11 часов 3 минуты 26 января 2009 года, по состоянию мэра города Валерия Африк Смельюка, который находится на лечении нашей больницы, мы расцениваем как удовлетворительное, в котором совершенно отсутствует угроза жизни или развития тяжести заболевания. Он страдает хроническими заболеваниями по понятным вашим причинам, по конституции Украины, я не имею права разглашать противную тайну. Лечения может пройдиться еще 2-3 недели. Я думаю, что он вскоре приступит к исполнению своих служебных обязанностей в полном объеме. Никаких ограничений у него нет и быть не может. Любой человек, а тем более не молодой, периодически болеет и лечится. Что касается слухов появившихся воскресных дней, сегодня с утра, ну что я могу вам сказать, люди, о которых так сказали, обычно живут очень долго и обычно бывают очень здоровыми и крепкими, чего я и желаю мэру города. За тестовую граждане Украины пытаются лечиться в заграничных клиниках, но Валерий Звенек предпочитает проходить курс лечения в Орисовске. Он лечился несколько дней, проходил лечение в Одессе, в одной из клиник. Это было связано с наличием там уникального оборудования, которого, к сожалению, нет на сегодняшний день у нас. Но он полностью доверяет лечащим врачам, которые его лечат у нас, и уровню больницы. И поэтому у него нет потребности. Мы обеспечим полностью лечить то лечение, которое необходимо при этом заболевании. У него просто нет необходимости находиться где-либо в другом месте. И касательно вопроса лечения в зарубежной клинике, особых показаний по состоянию его здоровья для каких-то экстренных мешать всего у него нет. Поэтому просто лечение длительного, оно требует просто длительности. Поэтому необходимости лечения где-то в других местах у него нет. У тех лечащих, которые предпочитают за все убедиться лично, есть такая возможность? Если кто-то с недоверием отнесется к моим словам, потому что я только что вам сказал, ну, кто внимательно смотрит программу «Время» и видит, как появляется на народе корейский руководитель, приходите в больницу, прибежите где-то обычно в обед, и вы увидите в районе живого, в полном здравии, прогуливающегося по двору больницы. Могу сказать маршрут, дыма плечи блока, церкви, кружок вокруг церкви и нажать в палату. Так что все, можете прийти, посмотреть, даже пообщаться. Кто встречается на прогулке, он с удовольствием общается с жителями города. Есть все основания полагать, что совсем скоро Валерий Яковлевич с новыми силами вернется к своим обязанностям. Тем более, что вопросов, которые требуют его энергии и сил, накопилось немало. Продолжение следует...